Сейчас ждем переводчика. Кстати, насчет Трездиаса, о котором говорил брат Сергей. Трездиас будет следующий в Турции с 12 по 15 сентября. И мы просто вот всем рекомендуем там побывать. Кто-то едет уже в качестве служителей, а кто-то едет в качестве кандидатов. Слава Богу. Ну, давайте мы пока прочитаем Луки, 19 глава. Луки, 19 глава. Сейчас я открою, где у меня тут. С 1 по 10 стих. Давайте я буду читать. Слова есть. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. Ну, через город, да. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу. У нас во дворе несколько смоковниц растут, потом можете посмотреть. чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Ну, то есть, Закхей залез на дерево. Закхей сикачил на дырво. Потому что высчитал, что Иисус должен пройти мимо этого дерева. И залез на него. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Ну, вот сегодня мы немножко поучаствуем, чтобы вы не заскучали. Мне нужен один Закхей, Закхейчик. Ну, наверное, Илья. Илья, правда, худоватый. Да, в общем, входи в образ. Сейчас я расскажу про Закхея. Пойдем сюда. Значит, смотрите. Закхей, кто он был? Мы сейчас прочитали. Написано, что он был начальник мытарей. Мытарей. Кто такие мытарей? Мытарей – это те, кто… Биржницы. Да. Биржницы. Да, сборщики налогов. То есть они собирали, помимо налогов за бизнес, они собирали налоги с евреев для Римской империи. Те собирали пари евреев из Римской империи. Да. Ну, в принципе, он был типа директора налоговой службы. Да. Вот. Но только он еще для Римской империи собирал. Самый час собирал пари из Римской империи. Ну, входи в образ, да. Ну, в лес. Еще написано, что он был богатый. И пишет, что был много богат. То есть у него такие достаточно богатые были одежды. У меня тут как раз денюжки лежат. Потом, потом одна штука. Самыми говорни. Ну, вот так, короче, отовсюду там евро торчат. Прям вываливаются из карманов. Чего я сотни не взяла. В общем, богатый человек. Ну, он худоватый. Ну, представьте, что он еще... Малкой слаб, вы бачите, представьте. Да, полненький. Чей малкой полненький. А у нас есть подушка? А можно вот это вот? Возьми вот сюда вот. Ничего страшного. Это златый. Мы с ней разберемся. Нет, ты подживай. Надевай. Да. И вот, короче, вот он идет. Да. Вот. А там толпили народ. Подожди. Тыранов вошел в образ. А там народ толпится. Народ толпится. И там има толпа от хора. И они большие. Вячеслав, можно вас? Гулеми. Значит, вот представьте, вот там идет Иисус. Представьте себе, там ворвие Иисус. Не, не, вы не Иисус. Идите сюда. Сергей, можно вас? Сергей, можно додойте. Вот смотрите, вы туда смотрите. Леша, можно тоже тебя? Эдди, можно? Вот смотрите, вот там идет Иисус. Да, вон там. А вы вот так выстроитесь в глинею. Вот сюда вот. Да. Да. Вот так. И вы, типа, смотрите туда, да, все. Вот так. Да, Эдди, ты вот прям. Еще здесь встань, впереди. Вот здесь встань, еще впереди. Вот. Короче, смотрите. Вот смотрите. Вот перед вами там еще много-много людей. И вы хотите увидеть Иисуса. И вы искаете, да, видите Иисуса. А вот какой-то мелкий, деньги у него торчат, он думает, что все можно купить за деньги. Семьдесят часичку можно купить. Ну, вы его не пускаете. А вы не его пускаете. Да? Смотри. Ну-ка, попробуй прорваться. Попробуй прорваться. Попробуй снизу пролезть. Снизу попробуй пролезть. Ну-ка, ноги сымкнут. Да, да. А вы думаете вообще, нам самим плохо видно, да, еще кому-то пускать. Эти начальники вообще привыкли, что все можно им, да. Да. Все, они первые. Скажите, мы первые пришли, не пролезешь сюда. Не смею. Порвите нямо, да сапромыкнешь. Попробуй снизу пролезть. Попробуй снизу пролезть. И вот Закей думает. Закей думает. Закей и все мысли. Иди сюда, вот выйди. Ты типа за сценой. И думает Закей, что мне делать? Как вы направи. Хочешь Иисуса увидеть? Скажите, ты видишь Иисуса. Да. Ну, и он подумал. На стол плесь. Там есть смоковница. Иисуса помыслил. Има смокиня там. Живот мешает. Курим чутуми плечи. Ну, что сделаешь, да? Там кода направит. И он пошел залезать на эту смоковницу. Засокачиваю вверху смокиня. Все, спасибо всем. Представили, да, ситуацию? Представили, если ситуация там. Можно пипитр? Пипитр можно. Вот. Ну, вот представили, да, такой человек. Представите, таков человек. Начальник, богатый. Шеф, богатый. Очень хотел увидеть Иисуса. Могу искал доведить Иисуса. Зачем-то. Закаквот. И он подумал. Ну, залезу. То есть помыслил, что Сакача. Ну, представьте, каково ему было залезть. Он немолодой человек был. Белому течку явно досокачиваю. Вы видели, да, деньги из карманов сыпятся. Политет, джубовит ему сыпят. И он залез. И той си качва. И сидит на ветке. И стоит там наклона. И, наверное, думает, сейчас Иисус тихонечко пройдет. И си мисли, сигурно сега Иисус тихичко ще мини. Ну, потому что представьте, начальнику на дереве сидеть. Представите си начальник на дырво. И тут Иисус подходит. И Иисус идва. И говорит, Закей. И вся толпа на него смотрит. И цялата толпа го гледа него. Было бы дерево, сейчас бы наш Закей залез. И он такой. Да ну неудобняк. И той казвал, малинь неудобно. И Иисус к нему обращается. И Иисус се обращает к нему. Давайте я еще раз прочитаю. Что Иисус сказал ему. Как его казва Иисус? Он ему сказал. Кто ему казва? Это у нас пятый стих. Да, пятый стих. Вот пятый стих. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему. Закей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. Ну, необычный, да, такой оборот. Представьте, что Закей передумал. Есть хозяйки, когда им говорят, к вам идут гости. Им или ступанки какую-то... Да? Что вы в этот момент делаете? У тебя мти на гости. Ну, я вот так вещи беру и в шифонер. Нас хваж там такая. Дрехитесь и гихвырлям в гардеробах. Да, да, да. Посуду там, да, еще и готовить. Чинить, и тряпки, и скри, и деготвя. Да, но... Потом что происходит? Он говорит, все... Нужно мне быть у тебя дома. И дальше написано, и он, Закей, поспешно сошел. И принял его с радостью. Ну, вот знаете, мы рисуем такую картинку, что идет Матфей, рядом Иисус. Да, но знаете, что Иисус один не ходил по гостям. Почти Иисус не ходил на гости сам. Он ходил обычно с сопровождением. Обыкновенно ходил с тела толпохора. Как минимум 12 учеников, как минимум. Ну, там еще женщины, которые там благодарные, да. Там, я не знаю, может быть, женщинами и дети. Может быть, женится с детства. Ну, и представьте, заходят как минимум 13 мужчин. Если, представьте, в Лиза, минимум 13 мужчин. А он только пришел, он шел в Иерихон. У него все ноги в пыли. И то и убегал Иерихон. У всех этих мужчин ноги пыльные, да. То есть, это нужно им дать возможность помыть ноги. Ну, короче, это такая морока. Это стол накрыть. То есть, мы вот когда говорим, что Закей пришел к Иисусу. Ой, Иисус идет к Закею. И Закей радуется. Ну, это не все так просто. Ну, представьте, сейчас вот приедет, да, кто-нибудь. Ну, вот пастор Дэвид и говорит, да, и говорит, например, Эдди, я иду к тебе домой, да. Там у Нины такой шухер будет. Эдди-то, конечно, может и обрадуется. Ну, тем не менее, да. Он приходит к Иисусу. К Закею. Да, и давайте мы дальше посмотрим, что дальше происходит. И нека видим, как у вас случилось. Значит, накрывается стол. Но это восток. Без этого нельзя. То есть, все лучшее на стол. И здесь, смотрите, в седьмом стихе. И все, видя то, ну, вот это вот, все, что происходит, начали роптать и говорили, что он, Иисус, зашел к грешному человеку. Мы говорили, кто такой Закей, да. Он там людей обижал, обдирал, возможно, обманывал. Его практически большинство ненавидели. И здесь Иисус идет к Закею, кушает с ним. И представляете, в этот момент Закей встает и говорит Господу. Восьмой стих. Восьмой стих. Господи, половину имения моего я отдам нищим. И если кого чем обидел, воздам вчетверо. Вообще, да? Вообще. Что происходит? Как возле случилось? Знаете, что происходит? Знаете ли, как возле случилось? Произошла личная встреча. Случилась личная встреча-то? Иисуса из Акхея. Потому что, когда мы лично переживаем Бога, знаете, что происходит? Происходит трансформация. Изменение. И Закей, он не стал сопротивляться этому изменению. Вот знаете, я на сто процентов уверена, что Бог каждому из нас говорит. Я уверена, что Бог говорит на всех един от нас. Но не всегда мы готовы исполнить то, что он нам говорит или вкладывает в сердце. Но Закей настолько был счастлив, что вот то, что он почувствовал в своем сердце, он это исполнил. Знаете, я часто слышала такие вещи в христианстве. Человек уверовал и говорит, что человек поверил и сказал, что Бог меня простил, значит, он прощает все мои долги, и я никому не должен. Вот это местописание очень хорошо говорит о том, что ты не только должен отдать, а представляете, Закей сказал, я вчетверо вас дам, кого обидел. Вот это делает присутствие Бога в нас. И знаете, ну вообще, то, что Иисус потом ему сказал, это вообще просто. Иисус по нотатакам. Что такое у меня? Да. Смотрите, это восьмая, восьмой стих. Восьмый стих. Извиняюсь, девятый. Девять. Иисус сказал ему, после того, как он сказал, я все отдам, все раздам, Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Слушайте, он не говорил, Господи, прости мои грехи, да? Но Иисус увидел изменения в нем. И он понял, что в этом человеке что-то произошло. Аллилуйя. Вы знаете, очень интересно, если мы посмотрим, что было в предыдущей главе, в семнадцатой, то есть, по дороге, вот здесь описывается, как он вошел в Иерихон, А по дороге в Иерихон, давайте посмотрим, восемнадцатая глава, Луки, с восемнадцатого по двадцать седьмой стих. С восемнадцатого по двадцать седьмой стих. Я сейчас полностью прочту, а мы потом немножко это еще проанализируем. И спросил его некто из начальствующих, учитель благи. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Сейчас дополню. Вот смотрите, когда обращение учитель благи, это обращение, как очень высокому, ну, занимаемому посту. И вот здесь, в восемнадцатом стихе написано, спросил его некто из начальствующих. Но в другом Евангелии написано, что это был богатый юноша. Вы сразу с Акхеем сравниваете, да? Сравняваете с Акхеем. Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим. То есть, почему ты меня благой, это как к высшему учителю какому-то. Иисус говорит, что за что мне наличишь благ? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. То есть, Иисус ему говорит, исполняй заповеди, да? Десять основные заповеди, которые Бог дал на Синай еврейскому народу. Он сказал, все это сохранил я от юности моей. То есть, все это я сохраняю. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною. Он же, юноша, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в царствие Божие, и как трудно войти в царство Божие, да, богатым, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, это такие ворота на входе в Иерусалим, нежели богатому войти в царствие Божие. Слышавшие сие сказали, кто же может спастись. Но он сказал, невозможное человеком, возможно, Богу. Смотрите, вообще противоположная история. Приходит богатый человек, который своим трудом правильно приобрел свои богатства, вел праведную жизнь, исполнял основные заповеди, приходит к Иисусу, спрашивает Учитель Благой, скажи, как получить спасение. Что такое вообще спасение? Это то, но ради чего, в принципе, мы приходим к Богу, правда же? Это обещание получить жизнь вечную через жертву Иисуса Христа. Ну, это мы сейчас понимаем. А люди приходят и говорят, а как же получить спасение, если ему, он идеальная картинка просто. Если он не может получить, то как мы остальные? Как не может получить спасение? И Бог говорит, невозможное человеком, возможно Богу. И Бог говорит, что това, кое-то не возможно на человечество, это возможно за Бога. Теперь смотрите, за Кхей. И сега глядаме за Кхей, негодяй, обманщик, мошенник, лжец. И Иисус приходит в его дом, Иисус идёт в дом ему, и говорит, ныне пришло спасение в дом твой. Может, Иисус что-то перепутал? Может быть, Иисус и убыркал нечто. Вообще, что это такое? Вот, знаете, кто не знает характер Иисуса, может сказать, что-то с Иисусом не то, да? Что-то не может наред. Ну, люди так и говорили. Хората така заказывали. Ну, вы знаете, вот этот юноша молодой, я думаю, что он был самоправедный. И я думаю, что он не пришёл к Иисусу как к Господу. Он пришёл просто как к Учителю, ну, такого высокого звания. Он пришёл при Него, как он учитель, от высокого Него. А в истории о Закхее, в начале, написано, что Закхей искал Иисуса. Вы знаете, вот я, моя история, да? Мне было где-то 5 лет, когда я стала задавать маме вопрос. А что будет после смерти? Вот, вы знаете, я точно знала, что Бог есть. Я родилась в атеистической семье. Мой отец был подполковник АГБ. Баща ми беше подполковник на КГБ. Мама всю жизнь там начальниками в разных техникумах, училищах. Майка ми беше цял живот началник в различни училища. И про Бога вообще никогда никто не говорил. И никой никога не говорил за Бог. Но я точно знала, что Бог есть. Обаче, я бях сигурна, что Го има. И я пыталась всегда найти все это информация. И я в будущий пяти летний, и когда бях на пяти, я у мамы спросила, я питах, ну а что будет после смерти? Какво ще се случи след смерти? Она сказала, ну мы умрем, нас похоронят. Тя каза, еми, ще умрем и ще не погребят. Я говорю, да, но, зачем мы живем? И аз се питах, за какво тогава живем? Ну, чтобы оставить хороший след после себя. Ну, в принципе, так вот учили, да, нас при социализме. Но я с этим не согласилась. Второй мой опыт был, когда я была, по-моему, в третьем классе. И нам сказали, будет классный час про Бога. Или про религию, да. И я так мчалась на этот классный час, думаю, сейчас мне скажут. И нам сказали, Бога нет. И скажите там бабушкам, у кого есть что, они молятся, что это все неправда. И вообще какую-то ерунду нам вообще говорили. Я помню, вот представьте, третий класс, это сколько? Это получается девять лет. Я пришла домой, закрылась в комнате, села на колени и сказала Бог. Прости, пожалуйста, их за то, что они вот сегодня такое говорили. Представляете? Вообще. Но у меня еще были разные там попытки узнать про Бога. Я была в Санкт-Петербурге на экскурсии и зашла в одну красивую церковь православную. Я в Санкт-Петербурге за экскурсию влязла в одна православная церковь. И говорю, расскажите мне про Бога, что делать-то надо. А мне говорят, вот здесь поставьте свечи за упокой, а вот здесь поставьте свечи за здравие. Я думаю, за кого за упокой? Я там... Бабушка с дедушкой с одной стороны вообще не знала, с другой, но несколько раз видела. От другата страна ги вижу, за здравие, все здоровы у меня. Впрочем, я ничего не поняла. И ничто не распрашивала. Деньги не заплатила, свечки не купила. Не платила пари, не купила свечи. Вот. А потом подруга, мама моей подруги мне было тогда 19 лет. Она сказала, приехал какой-то пастор кореец из Америки и лекции читает. И дава лекции. Я такая, ну вот, наконец-то. Правда, это был самый неподходящий момент для принятия Бога. Тогда потому что, ну, кто знает студенческую жизнь, какой-то познал студенческий живот. Для неверующих, да. За неверность. со снегом. И эта встреча изменила всю мою жизнь. И та здесь встреча променит целями живот. Вы знаете, я хочу сказать, что вот в Откровении 3 глава 20 стих, иском докажите, в Откровении, то... Давайте мы на болгарском откроем, да. Вот этот стих должны все наизусть знать. У нас сейчас библейская школа проходит, поэтому, пожалуйста, выучите этот стих наизусть. Третья глава, да, 20 стих. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит, дверь, войду к нему и буду вечерять и он со мною. Что произошло между Иисусом и Закхеем? Я верю, что Иисус, Бог стучался с Закхеем еще до его встречи. Но Закхей что-то сделал со своей стороны. Написано, что он искал Бога. Он так искал, что он приложил усилия. Он пытался распихать толпу. Даже подкупить, видели, да, пытался. Его не пустили. Он со своим животиком и авторитетом полез на дерево, на смоковницу. И знаете, Иисус увидел то, что Закхей Его ищет. И сказал, давай слезай. Сегодня я буду у тебя дома. И закончилось это все тем, что Иисус сказал, пришло спасение дому твоему. Иисус сказал, дойди спасение в твой дом. Вы знаете, через нас приходит спасение не только в нашу жизнь. И через нас идут спасение не только в нашу жизнь. Спасение приходит в наши семьи. Спасение идут в наше окружение. Вот я верю, что этот район будет спасен. Мне соседи говорят, соседи вообще они вот там наверху. Они говорят, какая у вас классная музыка по воскресеньям. Много хубава музыка и мотива. Ну, я естественно, всех завоняю, говорят, ну, придет время, мы придем. Я верю, что благословение, помазание, оно уже распространяется на этот район. И помазанието и помазанието вече си распространяло. Написано, что мы благоухание, как благоухание. Поэтому, знаете, я очень рада за всех, кто искал Иисуса и нашел. Но, знаете, я хочу обратиться еще к тем, что, может быть, не пережил встречу с Иисуса. Обаче искам да се обърна к тези, които още не са преживели срещу с Иисуса. Знаете, у нас сейчас есть прямой эфир. Ние сега имаме эфир. Да, передаем привет всем, кто не смог прийти. И придаваме поздрави на всички, които не успели да дойдут. Най-вече на многодетните деца и татковцы най-вече. Также передаем привет всем зрителям БХТВ. И поздрави на всички, които не гледат по БХТВ. И я хочу сегодня обратиться к тем, кто еще не пережил встречу с Иисусом Христом. Искам днес да се обърна к всички, които не са преживели срещу с Иисусом. Вы знаете, дьявол, он обманывает. и он обычно говорит Бог. Это ограничение. Это нельзя то, нельзя то, нельзя то, нельзя то. Но на самом деле Бог дает жизнь и жизнь с избытком. Поэтому я, знаете, я хочу обратиться к тем, Оксан, я хочу обратиться к тем, кто может быть переживает одиночество, пустоту, празнота, обманутость, оставленность. Я хочу сказать, что, знаете, вот Иисус, Он стоит сейчас у двери твоего сердца и Он аккуратненько стучит. и тоя много легко почуква. Вы знаете, я верю, что Иисус, Он стучал в сердце Закхея давно. Я с вером, че Иисус чукал на сердце на Закхея много удавно. И когда Он проходил мимо Иерихома, Иерихона, Закхей сказал, вот Он мой час. Закхей казва, это Го мой час. Я Его не упущу. Вы знаете, вот сегодня Иисус проходит. И днес Иисус минава. Я не знаю, завтра еще придет Он к вам, чтобы постучать в дверь. Но вот прямо сейчас Он стоит и стучит в дверь твоего сердца. Может быть, ты боишься Его принять. Может быть, ты просто сделал что-то и совесть тебя обличает. И ты думаешь, да нет, Иисус меня не простит. Но я хочу тебе сказать, что в любом состоянии, если ты обратишься к Иисусу, если ты признаешь Его как своего Господа и Спасителя, Иисус войдет в твое сердце и начнется трансформация. И знаете, из хромы написано, что они скакали, начинали скакать. Тези, които сакуцали, започвали да скачат. Слепые начинали видеть. Слепите започвали да виждат. Глухие начинали слышать. Глухите започвали да чуват. И если ты сегодня думаешь, почему я не слышу Господа, просто впусти Его в сердце. Позволи произвести Его работу. И ты обязательно будешь слышать Его. Если ты думаешь, почему последнее время у меня нет успеха. Вы знаете, доверься Господу. Он поднимет тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы знаете, сейчас я хочу, чтобы каждый из нас заглянул в сердце. Сейчас у нас будет хвала. И после этой хвалы я хочу обратиться и призвать, чтобы те еще не приняли Иисуса Христа. Они приняли Его в свое сердце. Они приняли Его как своего Господа и Спасителя. И они позволили произвести Ему трансформацию в Его жизни. Аллилуйя. Аллилуйя. Просто сейчас те, кто находятся в зале, те, кто нас слушают, пожалуйста, откройте ваши сердца для Иисуса. Откройте ваши души для Иисуса. Он будет сейчас вам вкладывать что-то. вы знаете, то, когда мы застаиваемся на одном уровне, вы знаете, это не духовная жизнь. Духовная жизнь это когда мы открываем свое сердце и говорим Иисус входи в мою дом. Иисус я все, что я накосячил я исправлю. Я хочу быть щедрым. Я хочу быть щедрым на любое доброе дело. Я хочу быть щедрым на любое доброе слово. Я хочу быть щедрым для тебя. Аллилуйя. Давайте мы сейчас прославим Господа в этом состоянии. Господа я где царь благодать Где могу милостья ожидать? Там любовь твоя, Господь. Моет вновь святая кровь. У Христа, у Христа, отдаю я себя. Преклоняюсь пред тобою. Света крови любовь пролилась за меня. Восхищаюсь я тобою. У Христа, у Христа, отдаю я себя. Преклоняюсь пред тобою. Света крови любовь пролилась за меня. Восхищаюсь я тобою. Там мой страх и всякий грех лишился сил. Там мой Бог распятым был и победил. Там любовь моя, Господь. Света крови любовь пролилась за меня. Восхищаюсь я тобою. У Христа, у Христа, отдаю я себя. Преклоняюсь пред тобою. Света крови любовь пролилась за меня. Восхищаюсь я тобою. Здесь надежда есть. Здесь бегу к тебе. Преклоняюсь, преклоняюсь. Преклоняюсь, преклоняюсь. Здесь забудь тебя. Здесь ты спас меня. Преклоняюсь, преклоняюсь. Здесь надежда есть. Здесь бегу к тебе. Преклоняюсь, преклоняюсь. Здесь забудь тебя. О, здесь ты спас меня. Преклоняюсь, преклоняюсь. У Христа, у Христа, отдаю я себя. Преклоняюсь, преклоняюсь. Преклоняюсь, преклоняюсь. Света крови любовь пролилась за меня. Восхищаюсь я тобою. Восхищаюсь я тобою. У Христа, у Христа, отдаю я себя. Преклоняюсь, преклоняюсь. Преклоняюсь, преклоняюсь. Преклоняюсь, преклоняюсь. Света крови любовь пролилась за меня. Восхищаюсь я тобою. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, я когда-то просто побежала к Иисусу. И первый раз зашла в церковь. Я боялась заходить. Врядом две бабулечки. Ты куда? Когда я встала вот так идти, не идти. И они меня под мышечки схватили, а ну-ка, под ручечки и просто завели. И вы знаете, я ничего не поняла из того, что проповедовали. Вообще, потому что на какой-то терминологии говорили. Но когда сказали, сейчас мы будем молиться. И вы знаете, все на колени встали. Но я тоже встала на колени. И вы знаете, никто меня не вел в молитве. Вы знаете, просто из меня потекло. Я хочу сейчас помочь повести в молитве. Если кто-то не принял еще Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Если есть в зале такие, поднимите руку. Я просто поведу вас сейчас. Я вам помогу. Если кто-то хочет признать Иисуса. Чтобы Он вошел в их жизнь. Вошел в их дом. Вошел в их окружение. И также я обращаюсь с тем, кто нас смотрит. Давайте повторим сейчас эту молитву. Повторим всегда эту молитву. Давайте мы поможем вслух тем, кто, может быть, стесняется. Дорогой Господь. Отец Небесный. Давайте все вместе повторим. Прошу прости все мои грехи. Прими меня как своего ребенка. Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. Я принимаю Тебя. Как своего Господа и Спасителя. Прошу. И ты моля. Дух Святой. Святи Дух. Войди в мою жизнь. Да влезешь в мой живот. Я сейчас открываю двери своего сердца. Тебя утварим в ротата на моё сердце. И допускаю Тебя Иисус. И допускам Иисус. И говорю. И казвам. Будь моим Господом. И Спасителем. И Мой Спасителем. И как Иисус сказал Закхею. Следуй за Мной. И как Он сказал молодому человеку. Оставь все и следуй за Мной. И как то и казвам на младие молодежи. Да оставь всичко и да го следва. И давайте мы сейчас это повторим, если ваше сердце готово. Иисус. Я готов следовать за Тобой. При любых обстоятельствах. И отрекаюсь от всяких идолов в моей жизни. Деньги. Может быть машины. Может быть пули. Какие то мои привязанности. Я сейчас все это приношу ко Христу. И отдаю Тебе. И я прошу Тебя. И ты моля. Веди меня в жизни. Веди меня в мой живот. Говори мне. Говори мне. Я буду следовать Тобой. И я признаю Тебя. Как своего Господина. Как своего Господина. В моей жизни. В моей жизни. Мы молились. И молимся во имя нашего Господа. В имя Туда наше Господь. Иисуса Христа. Иисус Христос. И все вместе скажем. Аминь. Давайте сейчас станем еще споем. У Христа. 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 Здесь надежда есть, здесь бегу к Тебе, преклоняюсь, преклоняюсь. Здесь зову Тебя, здесь Ты спас меня, преклоняюсь, преклоняюсь. Здесь надежда есть, здесь бегу к Тебе, преклоняюсь, преклоняюсь. Здесь зову Тебя, здесь Ты спас меня, преклоняюсь, преклоняюсь. У Христа, у Христа отдаю я себя, преклоняюсь. Восхищаюсь я Тобою. Слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя за Твое славное присутствие здесь, на этом месте. За то, что Ты меняющий нас Бог. За то, что мы имеем шанс преображаться во славу Твою, Господь. Познавай Тебя. Володя Всебегущий Бог. Благодарю Тебя. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!